Если бы камни могли говорить, они бы рассказали, что происходило здесь, в Брестской крепости, 80 лет назад. Если бы камни могли говорить, они бы рассказали, за что боролись герои Брестской крепости, весь многоликий многонациональный народ. Если бы камни могли говорить, они бы рассказали, как важно беречь мир, как важно жить в свободной стране. Память. Пока мы помним, другой войны белорусы не допустят. Именно эти слова Александра Лукашенко стали литмотивом его выступления. Но прежде президент Беларуси почтил память погибших героев, возложив венок к вечному огню мемориала. Субтитры создавал DimaTorzok Не забудем о подвиге защитников цитадели. Не забудем о каждом третьем погибшем Беларуси. Это они дали нам возможность жить. 22 июня разделила жизнь на до и после войны. То летнее воскресное утро стало страшным рубежом между миром и войной, между светом и тьмой. Жизнью и смертью. На нашу землю двинулась вооруженная, безжалостная армада, которая несла гибель и рабство. Это потом. После 9 мая 1945-го немцы назовут тот июньский день роковым для своей нации. А 80 лет назад гитлеровские убийцы намеревались пройти по Беларуси победным маршам. Они хотели пройти по нашей земле так же легко и быстро, как по Чехии, как прошлись по Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии, Франции, Греции, Польше. По всему нынешнему Европейскому Союзу прошлись торжественным маршем. А берлинские стратегии уже запланировали фашистский парад на Красной площади в Москве. Но здесь, у стен Белорусской Брестской цитадели, буквально в первые часы войны, нацистский блицкрик сорвался. Страшные были времена. Огромное количество мы похоронили, а еще больше без вести пропали. Так по чтим же память героев, которые пожертвовали собой, спасли мир, свободу и независимость минутой молчания. В чем же стойкость советского народа, в чем же его сила, которая не смогла сломить фашистская орда в любве к родине, к отечеству? И сегодня белорусы отстаивают свою независимость, свою свободу с теми же чувствами. И цветных революций, подчеркнул президент, в нашей стране не будет. Сегодня нас не понимают потомки тех, кто в сороковые шли по белорусской земле на Москву. Жгли дома и уничтожали людей. Недоумевают, почему мы все еще существуем на этой земле, как государство. Видимо, им этого не дано понять. На реализацию цветного Блицкрига были брошены огромные финансовые ресурсы. За последний год мы испытали на себе действия самых современных технологий гибридной войны. Белорусы все чаще спрашивают, так что воевать будем? Да бросьте вы, Беларусь, мы уже давно воюем. Просто война приобрела другие формы. Уже не будет тех войн. Уже в эти ворота они не попрут тысячами солдат. Война начнется и всегда начинается в современных условиях изнутри государства. Возьмите любую, как мы ее называем, цветную революцию, которые совершены были в последнее десятилетие. Было сделано все, чтобы взорвать общество изнутри. А они потом придут нас спасать. Сценарии прописаны, роли распределены. Просто мы оказались сильнее и мудрее. Рискну сказать, даже сильнее, чем в 41-м наши предшественники. Потому что мы определяем свою судьбу сами. Мы здесь решаем, провоцировать их или нет. Ждать, пока они сюда прорвутся и порвут нас или нет. Мы суверенные и независимые государства. Так будет впредь. Прошло 80 лет. И что? Новая горячая война. Вы посмотрите. Это что, символизм? Вчера, сегодня, ночью ввели санкции, экономические санкции против наших людей и наших предприятий. 22 июня ночью. Вот уж действительно, история так ничему их и не научила. Вы не душить нас должны. Вы на руках должны нас носить. Немцы, поляки. Так называемый Европейский Союз. Потому что мы спасли вас от коричневой чумы. Мы сделаем все, чтобы защитить свою землю. И вот эти наши сыновья, которые здесь стоят, под этими флагами победителей, запомните, сделают все для того, чтобы вы жили спокойной жизнью на своей земле. Это ваша земля. Берегите белорусы ее. Цените ее. Потому что она принадлежит не только нам. Она принадлежит нашим детям и внукам. Мы родную землю, независимость и суверенитет никому не отдадим. Мы в любом случае выстоим. Просто хотелось бы по-человечески. Как всегда, по-славянски. Сегодня мы славим подвиг нашего народа. Чествуем ветеранов и скорбим о погибших. Склоняем головы перед героями и невинными жертвами войны. Помните, эта память священна и незыблема. И пока она есть, эта память у нас, Мы будем жить, жить всегда, достойно. Жить не на коленях. Так есть, так должно быть. И так будет всегда. И в Брестской крепости героя зазвучала музыка. Священную войну в едином порыве спели все собравшиеся. Слова великой песни звучали гордо и победно. Звучали так, что бралось за душу. И эта музыка, эти песни – наша гордость. За воинов-победителей. За героев Великой войны, Великой страны. За тех, кого нет с нами и за ныне живущих. Концерт «Реквием» звучал в их честь. Мне кажется порою, что солдаты С кровавых не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то, А превратились в белых журавлей. Давайте зажжем огни. Песни военных лет в исполнении российского коллектива Хоры турецкого звучали на земле цитадели И как будто наполнялись новым смыслом. Глубоким, страстным, нежным и таким проникновенным. Подпевали все собравшиеся, независимо от возраста. Пели старый млад, потому что мелодии все знакомы, Родные и близкие сердцу. Песня «Реквием» Впечатлило то, что здесь достаточно много людей. Впечатлило, что здесь достаточно много молодежи. Это наша память. Это то, чтобы никогда не повторилось то, что это. Действительно, это ощущение того, что мы белорусы, что у нас все будет замечательно. Мне очень понравилась сама тематика. Именно войны, именно победы, именно страданий мужских, женских. Эти слезы детей вообще очень понравилось. И, конечно, хор турецкий был, конечно, бесспорный. Он показал на все, что он способен, конечно. Он нас очень сильно впечатлил. Больше всего, наверное, сам народ, который прибыл сегодня, в такой трагический день, памятный день. Вообще день начался с «Реквием», с митинга. Поэтому мы сегодня с самого утра присутствуем на всем, на всем мероприятии. Вот решили, что это просто наш долг. Для меня это не концерт. Это наша дань тем людям, которые победили, и те, которые в дни начала войны пожертвовали собой для того, чтобы противостоять врагу. Бывают дни, и бывает такое время, события, когда слова ничего не могут сказать, и они ничего не значат. Потому что все вот здесь. И просто хочется помолчать. И, повернувшись к мужественным людям, которые сегодня увековечены в камне, сказать, что мы тоже готовы отдать жизнь за мир и за нашу страну. Мы не подведем. И верьте нам, мы всегда будем отстаивать наше государство. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич. Специально для программы «Букинформ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...